Татьяна Зайцева Мой оппонент говорил, что не всем нравится демократия, некоторым нравятся авторитарные формы правления народом. Вроде никому они не нравятся, вроде бы все хотят чувствовать себя полноценными гражданами. И вот этот поток беженцев показывает, что все хотят жить в благополучной стране, принимать участие в управлении страной, даже если это граждане какого-то авторитарного религиозного государства. Общие глобальные процессы. Европе нужна новая кровь, новые люди. После войны турки, огромная эмиграция из Турции, нормально перевалили, адаптировались, стали полноценными членами сообщества. В России многих волнует, что приезжает один, а с ним семья. Ну вот так вот это устроено 2 миллиона беженцев, а общее количество беженцев там через некоторое время возможно будет и 30 миллионов. Ну, 50 миллионные страны, Франция, Германия, Греция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург переживут это. В Люксембурге вот специальная программа была по переселению португальцев, правда. Нужна была вот эта новая кровь, нужны были новые граждане, новые работники, новые участники, члены сообщества. Сначала они становились уборщиками, мыли посуду, а потом в следующем поколении иногда иммигранты становились полноценными членами общества. Ничего страшного в этом нет. В России, кстати говоря, вот это вот антиисламские настроения, они присутствуют, националисты их озвучивают. Однако процессы, которые происходят, ну вот прямо противоположны к 50-му, по-моему, или к 45-му году. Количество мусульман в России будет больше, чем православных. Ну, уже больше, по некоторым подсчетам, потому что православными себя называют 70% русских. Вот, а причащаются и действительно соблюдают религиозные обряды, из них 3%. А у мусульман ситуация иная. Это видно по религиозным праздникам, когда они собираются около мечети. Если сегодня сравнить тот же Крестный ход и Байрам, ну, ясно, что их больше, они плотнее мусульмане. И тоже ничего страшного. Ну, такой процесс исторический. А общий исторический процесс с точки зрения, раз, распространения, увеличения, ну, мы через 200 лет все будем очень похожи на китайцев, наши прапраправнуки. Будут такими немножечко китайцами. Ну, что же делать? Это не завтра произойдет. Мы этого и не заметим. Так же, как мы и сегодня не замечаем, не все замечаем скуластые лица русских людей, которые больше похожи на лица азиатские. Это замечают иностранцы, легко диагностируют русских. А мы не замечаем. Вот тоже был какой-то такой массовый исход. Это перемешивание рас, перемешивание народов, он происходит уже тысяч 30 лет и будет происходить всегда. И это повышает степень выживаемости людей, человечества, обмен генами. Вот, а на кого там похожи будут? Вот, расисты которых это волнует. Вот, они не доживут до тех времен, когда это проявится. Тоже тихонечко исчезнут, как все формы, там, национализма, изоляционизма. Нормальный, спокойный процесс, относиться к нему как к трагедии, к чему там довольно часто призывает российская пропаганда, просто смешно. Все хорошо, Танечка, не волнуйтесь. Никакого национального взрыва не будет. Этих националистов, сегодня у них влияние в Москве полтора процента. А через несколько лет они просто исчезнут, как ненужный, вредный, бесполезный элемент. Все будет хорошо. Все будет хорошо.